Партнеры проекта Немецкая бытовая техника Зигмунд Эйнштайн Феня Машукова, приветствую Добрый день Добрый день, Феня Очень рад, что вы нашли время нашу программу посетить Надеюсь, что сегодняшний разгар у нас состоится очень-очень и очень интересным Плюс ко всему прочему, мы с вами сегодня сготовим блюдо, с которым вы сегодня пришли к нам в программу, правильно? Да Что вы готовите? Рыбу Рыбу в духовке, да, семгу Будем запекать семгу в духовке С чем? Ну и к ней это какой-нибудь салатик, наверное Какой-нибудь салатик? С ананасами Например? Рыба с ананасами Ну, например, дайкон, например, ананасный салат Все это есть ближе к Азии, так понимаю, да? Раз у нас дайкон есть Да, она у нас смешанная будет, Европа с Азией Да, для тех, кто не знает, дайкон это разновидность рейсики Вот он, пожалуйста Как правило, он используется в японской кухне В первую очередь, это излюбленная японская приправа Как добавка к какому-то блюду Поэтому сегодня будем его использовать Фень, ну и по нашей старой доброй традиции Разреши, пожалуйста, вот этот замечательный фарточек наш Знаменитый На тебя выдрузить Так Аккуратно Вот такой веселенький фарточек Сегодня вот всю нашу программу будет в этой фарточке Ну, я свой кожаный Не одну программу уже, да, у меня уже такой родной стал Ну и, пожалуйста, опять же, прощи, что написано в этой фарточке вот здесь Сегодня готовить буду я Фень, ну и к нашему основному блюду К рыбе Наверное, еще десерт у тебя, если я знаю, да? Да, яблоки фаршированные С чем? Всякими разностями Всякими разностями Вот вижу, орехи у тебя здесь приготовлены, да? Орехи Сразу, друзья, сразу видно, что человек умеет, любит и умеет, Подожди, любит и умеет готовить На программу пришла не с пустыми руками Вот пришла уже со своим тертым орехом, да? Нормально То есть у нас получается такой десерт Во всеоружии Во всеоружии У нас будет яблоко, фаршированное орехом С корицей Немножко корицы добавляется, да, и с сыром Ну хорошо, ладно, давай начнем с этого И опять не отступает нашей традиции Расскажи для тех, кто нашу программу смотрит в первую очередь Ну и конечно мне, раз уж я здесь прямо рядом стою О себе, для тех, кто знает, узнают лучше Для тех, кто не знает, узнают в первый раз Это тоже хорошо, правильно? Так, родилась, прожила И яблоки чечки Прожила и проживаю Яблоки где? Я так понимаю, местные, да? Да, конечно В отличие от красивых, которые вот у нас вот здесь вот лежат Я предпочитаю, да, местные Местные домашние яблоки, да Это яблоки с инвкусом Значит, чей это рецепт и как мы это все будем делать? Убираю внутренность яблока С тем, чтобы была маленькая такая вот у нас дырочка, ямочка В которую мы будем, собственно, класть Начинку Все понял Так, ну и о себе тогда уже? Родилась в республике, прожила в республике, училась в Москве, вернулась, работаю Я знаю, что это все Куба-Таба, да, правильно? Куба-Таба Собственно, родилась я в Малке, честно говоря Уже потом мы переехали туда и прожила всю сознательную жизнь там То есть там была школа, там был детство Школа, детство, все-все-все-все там Оттуда уехала уже на учебу Сначала в Нальчик, потом в Москву Просто набирали студию, ну и я, это самое, естественно, поучаствовала Один раз поступила, меня не отпустили родители Это было, набирали для музыкального театра оперетошную студию А потом второй раз, так мне повезло, видимо, суждено было, наверное, я так думаю И я уже поступала в театральный В Щукинское училище поступала Вот так У меня из информации, мне известно Добрые люди донесли Что Щукинское училище, это был специальный выпуск, кабардинский, да? То есть это был специальный какой-то выпуск в Щукинском училище? Да, это была студия кабардинская Это был набор кабардинской студии в Щуку Так все и сложилось Ну и оттуда я знаю, что приехала ты уже не одна Да, там состоялась моя семья, я вышла замуж, мы привезли с собой уже ребенка Вот девочку Девочку-москвичку Девочку-москвичку У нее, кстати, есть и свидетельство, что она родилась в Москве Так, сейчас, сейчас девушка-москвичка Сейчас девушка-москвичка здесь, она мама троих детей замечательных совершенно Моих внуков, которых я обожаю Вот, воспитывает деток Так, и теперь я сюда буду, это самое, класть начиночку свою Так, вилочку Это у меня заготовка такая Летом я делаю вообще это, это самое, провариваю в сахарном сиропе с медом Груши, айва, вот такое вот что-то А на зиму, вот чтобы делать вот это вот блюдо, я делаю вот такую вот заготовочку Так, ну я не могу держаться, потому что я должен, я должен это попробовать прямо сейчас Попробуйте Слушай, ну это прям прикольно, как, смотри, красиво, это как даже, как желе получается, что ли? Плотно очень, это без сиропа, безо всего я варю, просто засыпаю сахаром Ой, как вкусно Вот это плотно укладываю сюда, вот, на противень, делаю тут противень Вот такой красивый Мы думаем, мы несколько яблочек вот этих, просто, чтобы Чем-то смазывать нужно? Телезрители, нет, ничем не смазывай, чуть-чуть я водички добавляю Все понял Чуть-чуть водички и присыпаю немного эту водичку Так, и мы это должны все запечь, правильно? Сахаром, да, мы это запекаем Друзья, я понял Значит, друзья, я хочу вам напомнить, что компания Zingmude Einstein, один из наших любимых партнеров Наша программа, это немецкая компания, которая производит высококачественную бытовую технику Вот для нашей программы вот такая новинка, изумительно Дизайн-духовка Очень проста в управлении, очень проста в управлении Значит, нам сейчас нужно сколько градусов, Феня? Градусов 180, где-то 200 Ну, ставим 175, деление у здесь есть Раз, просто, смотрите, вот одно легким движением руки, просто 175 И двойной обогрев ставим пока для разогрева, да? Все, нет проблем Zingmude Einstein, техника со вкусом Так, ну, вроде вот начинку я уже приготовила Сейчас еще немножко засыпаю это самое Еще засыпаю немножко это самое корицы Сверху тоже И присыпаю орешками, все Ну, ладно, продолжаем Пока начиняем, еще и сверху, вернее, орехами присыпаем все дело Все закончила, приехала сюда Сразу работа нашлась в театре? Ну, нас же сразу всех приняли в театр, всех, студию целую Так Ну, и начали работать Какая была первая постановка? Вот самая такая, которая была Ну, мы вернулись со своими постановками У нас было очень много спектаклей У нас был, это самый, Еврипид и Полит Вот, классика У нас были Мещани Горького Вот, у нас были французские воды Вилли Ах, вот, ну то что То есть приехали Да, у нас был Вампилов Да, мы со своим репертуаром приехали Понял, понял, понял Правда, к сожалению, не весь репертуар у нас пошел Чуть-чуть добавляем Воды Водички, да И присыпаем эту водичку чуть-чуть сам Так, ну, давайте Вот, в принципе, это все уже готово Единственное, надо будет потом, это самое, нарезать маленькие кусочки сыра Так И этот сыр потом в конце готовки добавляется туда Так, туда еще и сыр добавлять? Угу Ух Я-то подумал сначала, что Так, вот так яблоки присыпаем, правильно я понимаю? Нет-нет-нет А, воду? Прям водичку, да А, вот так воду То есть, должно такая Она должна быть Думаю, достаточно будет этого Я-то подумал, что, приехав сюда, сразу начали с местных авторов Да Оказывается, приехав сюда Нет, приехав, мы приехали с репертуаром Но, естественно, здесь ставились местные авторы Больше чем, по большей части Ну, естественно, мы стали, это самое, принимать участие в тех спектаклях, которые шли здесь И принимали участие, и к тому же, это самое Вводили нас, если необходимость в этом была Вот так вот все было Вот так, с десертом у нас все Сыр Сергей, давайте приготовим кусочки сыра Такие квадратики С тем, чтобы мы, когда будет готова Это самое, уже степень готовности яблок будет нормальной Есть у меня флористский сыр, вот такой замечательный Вот, большой кусок сыра Натуральный сыр Натильский молочный комбинат Один из наших друзей Это что касаемо десерта Вот он будет готов, мы потом его отставим, чтобы он остыл немножко у нас Вот Ну, вот так положим Хорошо Так, а сейчас мы приступим к основному блюду Значит, дайкон надо почистить Чищем, чищем, все есть Вот, и натереть на крупной терке Этим занимаюсь я Так, сейчас сыр покой беру И еще, рыба где? Так Так И я ее Так А зачем перчатки, для чего? Ну, чтобы не воняли руки потом, если что-то другое буду делать Вот так я пока еще уберу Пускай ставить Так, и мне нужно заниматься будет Так Сейчас мы будем в следующий противень положим вот эту вот рыбу Вот, ее надо будет, естественно, взять и майонезиком смазать Есть у нас майонез Так, у нас лимон есть? Есть Вот, берем лимон, лимоном сбрызгиваем Угу Вот, когда рыба хорошо подморожена, она легко снимается Фень, а скажи, пожалуйста, мне, а вот использование дайкона, это откуда у тебя так вот? Я пробую все, что предлагает мировая кухня, скажем так, да? Ну, и потом для себя делаю какой-то отбор Все, что детям нравится То я и стараюсь готовить Опять же, из источников неизвестно, что гостей принимать любишь, правильно? Да, очень любила В первую очередь, конечно, прислушиваешься к мнению детей и внуков, да? Конечно А часто бывают в гостях внуки? Да, конечно Так, теперь давай сделаем такой волшебный паз такой сделаем Тогда перчатки отдать? Да не нужно мне перчатки, я руки помню потом Что любят внуки? Все печеное любят Тортики всевозможные я им пеку Пирожки, пирожные Да все что угодно Вот сейчас приду домой, буду им делать безышки Они очень любят у меня безышки И песочное это самое тесто у меня стоит Я должна пирог сделать Уже сейчас приготовлено, после программы сразу Да, побегу, да, готовить деткам Все, рыбу мы уже почистили Страиваемая техника Зигмунд Энштайн Проверенное временем качество Надежные чугунные решетки Эксклюзивный дизайн Украсит любую кухню И прослужит долгие годы Зигмунд Энштайн Техника со вкусом Так, ну вот смотри, рыба у меня готова Опять волшебным образом Хорошо, потому что я с этой теркой что-то не справляюсь Ой, Федя, быстро У меня своя терка очень острая, поэтому Какая роль запомнилась в театре больше всего? Ричард Нэш, продавец дождя Ох, ну что, серьезно В постановке Эфирова Руслана Только серьезное произведение Вот это была моя лебединая песня Как я говорю теперь Это серьезное произведение, слушай Где противень? Есть еще один противень? Все здесь, все здесь Опять волшебный появляется противень Вот Только скажешь, дорогая Сюда чуть-чуть масло сбрызнет А где у нас масло? Мальчика робота вызывали Так, опять меня местами Скажи, как быстро и хорошо Давай, давай, до интересного Мне бы дома такого подручного А говори, говори, говори Мне это очень нравится Так, надо маслом чуть-чуть смазать противень Налить чуть-чуть маслица по солнышке Ну вот, девушка, видите, как Все, это все готово уже Все делает быстро Все делает быстро Так Это и вот это положим мы пока В этот самый На холод На холод В холодильник Да, пока, да Пусть лежит Накройте крышкой, наверное Чтобы запаха не было От остальных продуктов Остальные продукты Чтобы не... Не-не-не Так, и убираем в холодильник То есть это... Ага Это убрали Так Это маслом подсолнечным Обычным Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть Много не надо Она сама будет жирненькая Все И перевернуть вот той стороной, которой я Сейчас я чуть-чуть еще соли присыплю Где она у нас? Соль сейчас дам Все Огновенная наша вот эта вот каменная соль Такая кондовая Кандовая? Да Можно юдированную Вот ты сейчас сказала кондовая Скажи Вот я русский У меня высшее образование Я говорю на иностранном языке Так, переверните, пожалуйста Объясни Не придирайтесь к словам, Сергей Объясни Я сейчас почему скажу Объясни Значение слова кондовый А лдовый Это значит очень хороший и быстрый Так, вот так делаем, правильно? Да Раз Так А кондовый какой? От кондачка, который Чтобы был кондовый Надо дать кондачка От кондачка Так, посыпали солью Перец И лимон мой Так, вот оно Чуть-чуть И все Теперь надо взять майонез Ничего лишнего Ничего абсолютно Чтобы не это Все очень просто Так, значит Вот Смазали Залили Смазали противень Маслом Просто посолили Залили лимоном Чуть-чуть подсолили Теперь майонез Надо сверху Чуть-чуть Так, Федя, у меня майонеза много Есть Оливковый Я оливковый использую Давай возьмем тогда вот этот майонез Хорошо Значит он 67% жирности У него Ну ничего Очень удобный Расфасовки С носиком То есть Дозированную Как нужно Хранить удобно Потому что При необходимости И такой вот Этой самой А давай сама То есть Я так понимаю Что блюдо Особо Такое Без изысков Оно Очень быстрое Особенно Когда гости На пороге У меня всегда Есть заготовка Вот таких вот Стейков В морозилке Я их даже Не размораживаю Чуть тоньше Делаю стейки И просто Напросто Беру И это самое Вот так вот Обдираю шкурку Сразу выкладываю На противень Поджариваю Это очень быстро Да Сверху 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 Ну я знаю Что пришлось Путешествовать Конечно же Так И одна из самых Запоминающихся Поездок Насколько мне известно В разговоре Опять же В приватном Сфере Канам и Питпрограммы Конечно Это была Индия Индия-Непал Да Самая незабываемая Поездка Когда я слышу Индия-Непал Эти люди Становятся Просто Моими родственниками Все В принципе Сергей Это готово Для погружения Яблоки Уже Практически Готовы Давай Сейчас я посмотрю Что у нас там С яблоками Если готовы То Остается Только сыр Туда положить Уже Сахар Перевращается В карамель И теперь Мы на каждой Яблоко Кладем По кусочку Сыра Правильно? Кусочку сыра Пока он там Расплавится Вот так Сверху Кладываем Сыр Яблоки Уже мягкие Сейчас расплавится Сыр И туда Будем Отправлять Сейчас Можно делать Салат Уже Я так думаю Салат Надо Этот самый Ананас Выложить На Что-то Сухое А во-первых Мы еще не сделали Ананасы Поджаренные Вот это самое Хорошо Пока рыбу Убираем Вот сюда Ставим Правильно? Так И Ананасы На какое-нибудь Полотенчика Надо Сейчас 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 Ананас У нас здесь Готово Разложим Разложим На полотенце Кунжут Некоторые 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 Ребята Из нашей Семночной Бригады Являются Вашими Выпускниками Учениками Правильно? Да Есть Таковые Что с преподавательской Деятельностью? Вроде Ничего Не знаю Проблемы Правда Как и везде Студенты Не хотят Учиться Хотят Хорошие Оценки При этом Знаний Ноль Бывает Но есть И хорошие Студенты Ничего Не могу Сказать Ситуация Как-то Исправляется Студенты Сначала Наверное Не хотят Учиться Потом Когда во вкус Входят Наверное Тогда Надеюсь Что Входят Во вкус Яблоки У нас Уже Готовы Сыр Уже Расплавился Поэтому Я сейчас Все это Расплавился? Да Конечно Учился Ой Даже Сильно Расплавился Надо было Чуть раньше Вот так Вот так Уберем Все Это Это самое Надо Остудить И оно В остывшем виде И отправляем И отправляем Рыбу Так Все Все Скажи Вот Возвращаясь Например К поездкам К путешествиям Вот ты говоришь Мне запомнился Инди А Инди Чем понравилось? Ой Ну Чего стоит Один Этот сам Вагри Творец Мумтаз Ханум Одно чудо Таджмахал Таджмахал Да Ну и вообще Страна Контрастов Где мы Такое Еще могли бы Увидеть Нигде Наверное Когда меня Спрашивают А чем Запомнился Индия Я обычно говорю Если взять Среднестатистического Россиянина Из города Нальчи Который Достаточно Чистый Город Хочу сказать И поставить И поставить В центр Дели У него Стучится Анафилактический Шок Моральный Согласны Со мной Что все Таки Разница Культуры Это одно А конечно Разница Верований Очень много Всевозможных Но удивительным Образом Там все Это Уживается Вот Что называется Толерантность Налицо Ну да Столько Столько Всевозможных Течений Столько Верований И все Они живут В общем-то В мире И согласии В относительном Правда Все Яблочко Так Готово Так Берем Лука Чуть-чуть Кладем Много Не будем Класть Так Это уже Многовато Будет Яблоко Все Уже Пошинковано Так Чем Заправляем Так И сюда Еще нужна Была Куриная Грудка Про которую Я Естественно Забыла Друзья Наш Ужин Или обед Как назовем Практически Готов У нас Сейчас Для салата Отварится Куриная Грудка Да Но пока Она у нас Практически Готова Рыба Уже Готова Стоит Томиться Яблоки Готовы Нам осталось Только Сервировать И показать Еще Твой секрет Соуса К нашей Грудки Правильно Да Но перед Этим Хочу Тебе Вот Что Предложить Есть У меня Очень Очень Вкусная Вещь Производство Нальчинского Молочного Комбината У меня Есть Молоко И кефир Двух сортов Еще и аран Что будем пить Новая деревня Да Ну разумеется Ой я кстати Покупаю Все время Серьезно Очень вкусно Да Что будем пить Кефир Раз уж у нас Программа Вкусной Здоровой пищи Мы не будем Отступать от традиций И выпьем с тобой По стаканчику Такого замечательного Кефира С удовольствием Что может быть Лучше Натуральных Молочных продуктов Правильно Кстати предки То наши Запивали Айраном Не зря Мясо На здоровье Спасибо Так За передачу Вот он Нальчинский Молочный комбинат Производитель Высококачественных Молочных продуктов По совершенно Хорошей цене Так ну что Курица готова Уже Все Так достаем И ее Салат Правильно Да Вот сюда Сюда Еще и бульон У вас здесь остался Вкусный Вот это у нас будет Совершенно отдельным Блюдом Правильно Такой Салатик Такой легкий Совершенно Очень легкий Салат Кстати он подходит К рыбе тоже Ну как Спокойно Как в комплексе Вот так Если например Ужинать собираешь Ты приглашаешь гостей Или что ли Даже какой-то праздник Совершенно спокойно Можно сделать Такой салат Ну и займемся Наверное Соусом Да Да Так вот какой-то У тебя специальный Прям секрет Я смотрю Для соуса есть Да нет Никакого секрета Нет майонез Надо Это самое Опять же оливковый берем Да Да Соус на любви Пачка радуется Больше стратишь Больше купишь Вот так вот Примерно Так И перец черный Где у нас черный перец Так Черного перца Здесь может быть много Вот И кстати Чтобы телезрители Понимали Что Этот соус Тоже на вкус Готовится Да Можно добавить Да Можно добавить Перца немножко Побольше Можно Соуса По чуть-чуть Его добавляем И взбиваем Добавляем И взбиваем А говоришь Нет секретов Не переборщить А как нет секретов Вот этот соус Подходит к дайкону Кстати Его даже можно И без всякой рыбы Так у нас дайкон Кстати уже настоялся В холодильнике Наверное пора Дуставать уже будет Правильно Ну его непосредственно Подают Прямо сразу на стол Мы сейчас уже будем Заниматься сервировкой Поэтому наверное Мы его сейчас Пробуйте Сергей Пробуем Так на ваш вкус Я буду делать Ориентироваться Ну я то сюда бы Еще и красного Еще бы и красного перца Нет Да Если учесть Что я Люблю черный перец Добавляем Нет Достаточно Да И соевый соус Соус я использую постоянно Достаточно Достаточно Все тогда Вот этот вот соус Подается к Это самое К дайкому К дайкому Так теперь на что осталось Остывшую курицу Да Добавляем И майонеза тоже немножко И перемешали Тоже добавляется майонез Вот И пробуется Что там Чего не хватает Может быть Немножко сока лимонного добавить Так достаточно Достаточно Да Сюда много не нужно Все таки салат такой Нет Да Он красивый получается Довольно легкий Так Ну и вот так вот мы Ну вот и все Пожалуй Пробуйте Так Пробуем Так Угу Хватает Кислоты Всего Да Я так думаю Что немножко Можно еще лимона Да Ой Много Ничего страшного Косточки Косточки Ничего Ничего Это все натурально Пусть это будет сюрприз Кому Ну кому-нибудь Да Выйдет замуж Не выйдет замуж Так Друзья Все готово Приступаем к сервировке КОНЕЦ 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 Вот результат Нашего труда Пробуем Пробуем У нас есть Приоритетно Я-то это пробовала Много раз Пробуй Приоритетно Мы с тобой В первом ряду Кинотеатр Мы прям подошли Попробуем Сами изготовили Попробуем Ну если учесть Что как говорится Сеугу мэнезом Не испортишь Однозначно Мы ее кстати Готовили очень недолго Очень долго Она получилась нежная Даже Ее даже видно Для поклонников Японской кухни Дайкон То есть редкая японская Соусом Мы взяли мэнез Молотый черный перец Да и кикамон Да и соевый соус Соевый соус Мне нравится Я вообще люблю рыбу Я вообще люблю такую кухню И в нашей программе Периодически Наши гости Что-то вот такое У нас подобное Готовят К рыбе Опять же Не помешает И хлеб Как-то в любом столе У людей Да Мы все любим хлеб В данном случае У нас хлеб Прохладинский Хлеб завода А Прохладинский хлеб завод Выпускает больше 20 номинований Хлебной продукции Больше 22 булочной И более 72 номинований Всяческих Кондитерских изделий Высокого качества Так что спрашивайте Прохладинский хлеб В лучших магазинах Вашего города Прошу хозяйка На свое почетное место Вот сюда Фень Ну и опять же Ни один наш гость Не уходит отсюда Без подарка Без павел Ух ты Поэтому В лучших традициях Нашей программы Наш Вот такой Уже всем известный Подарок Который мы вручаем В первую очередь Всем нашим гостям Это часы И опять же Традиционное пожелание Чтобы каждая стрелочка Которая движется В нужном направлении В этих часах На этих часах Приносила лично тебе Всей твоей семье Всем родственникам Дочерям Внукам Только приятные секунды Жизни и здоровья Спасибо большое Вот сюда Опять такое Приятное напоминание О нашей программе О проведенной сегодня Времени Наш знаменитый Красный патрук С надписью Сегодня готовить буду я Это же не все Нальческий молочный комбинат Который выпускает Совершенно грандиозную Линейку молочных продуктов Изумительного качества По очень хорошей цене Вот тебе такой подарок От Нальческого молочного комбината Здесь Это же не все Конечно Из их ассортимента Здесь даже Вот видишь Иронные стаканчики На память Наш вкусный друг Компания Байсад Вот такая корзиночка Тебе С продуктами От Байсада Ну задарили Сюда тебе Да Ну и конечно Опять же повторю Какое застолье Без хлебной корзиночки От прохладинского Хлебозавода Тебе тоже Я думаю Пригодится Вот это все Тебе Огромное спасибо Что пришла Сегодня на программу Очень приятно Приятного Спасибо вам Вкусно сготовили Вот пожелание сюда Всем кто нас смотрит Готовьте Готовьте с удовольствием Готовьте с желанием Самое главное Никогда не надо Становиться За кухонную За кухонный стол За кухонную печку Когда нет настроения Я думаю Что это очень важно Потому что Все настроение Передается Еду в пищу Я это делаю С удовольствием Чего желаю Всем нашим телезвитерам Друзья Ну а я напоминаю вам Что вы смотрели программу Сегодня меню Программа Вкусной и здоровой пищи Готовьте с нами И самое главное Если вы нашу программу До конца досмотрели Это значит Изумительный вкус И как сказал Один известный человек Улыбайтесь Господа Улыбайтесь Будьте здоровы Увидимся Партнеры проекта Компания Байсад Кухни Мария Нальчикский молочный комбинат Прохладненский хлебозавод Немецкая бытовая техника Зигмунд Эйнштайн Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok